Так, пастухи из Гаскони переходили болотистую местность в конце 19 века. А пока Франции мелиорация и не снилась, на белорусских землях уже завершалась западная экспедиция по осушению болот. Отвоевывать земли у природы для нашей местности не каприз, а необходимость. Больше 40% территорий составляли болота. В некоторых районах процент заболоченности доходил до отметки 80. Тормозило экономическое освоение и сельское хозяйство, страдало здоровье местных жителей. Как начиналась мелиорация, в чем ошиблись советские специалисты и как меняются тренды в улучшении почв, точно знают в Институте мелиорации Академии наук. В Республике Беларусь первые амиративные мероприятия были еще проведены при царской России. Массовые амиративные мероприятия начались с 1965 года после пленума ЦК Советского Союза. Были отдельные ошибки. В то время наука отставала от объемов, которые, сумасшедшие объемы, были, выполнялись производством. В белорусском полесье понизили уровни грунтовых вод ниже нормы. Я считаю, что это частные случаи. А в общем, это мелиорация дала большой результат. Частные случаи отпечатались на репутации мелиорации и до сих пор работают как триггер для экоактивистов. Но все это больше эмоций, чем наука. В доказательной реальности улучшение качества почв, потребности и надежды сельского хозяйства. Мелиорация сегодня – это исследование, изобретение, патенты и бесконечный поиск современных решений. Разработана эта конструкция дренажной трубы. Вот эта вот гофра, она соответствует характеристикам вот этого защитно-фильтрующего материала. Полностью вот эта дренажная труба работает и увеличивается водоприемная способность примерно на 20-30%. Это дренажные устья из полиэтилена сборные, потом колодцы-поглотители. Конструкции, которые мы разработали, частично даже применяют Прибалтика. Задачи осушать новые участки сегодня не стоит. Главное – как можно оперативнее и качественнее реконструировать уже имеющиеся системы. Ученые анализируют белорусские просторы с помощью беспилотной съемки и специальных компьютерных программ. Проблемные места можно определить с высокой точностью и спланировать работы по их устранению. Вперед шагнули и разработки в области диагностики мелиоративной паутины каналов. Ее длина на поверхности почвы и под ней почти два десятка экваторов. Ученые нашли способы диагностировать состояние дренажной сети с использованием видеокамер, дистанционно очищать ее и устранять дефекты. Если выполнять весь комплекс ремонтно-экспрессионных работ, который минимально необходим для поддержания длительной работоэкспрессионной системы, мы можем сократить на 25-30% затраты на реконструкцию. Представляете, 20% мы промыли дренажа, соответственно, это стоит раза 4-5 меньше, чем построить и восстановить этих же земель в реконструкции. Поспевают ли за наукой производственники? Нет. И это глобальная проблема, решать которую нужно без промедлений. Жесткое требование президенту утроить с темпы мелиорации и использовать по назначению каждый кусочек такой земли. Средства для этого страна находила и будет находить дальше. Но проблема в бесхозяйственном отношении. Александр Лукашенко назвал причины торможения по пунктам. Первое. 20 районов республики ликвидировали свои организации, отвечавшие за мелиорации. Витебск – 5 районов, Гродненский – 8 районов, Могилевский – 7 районов. Разумеется, пошел оттоки сотрудников, особенно рабочих специальностей. За 6 лет численность работников уменьшилась на 3,5 тысяч человек или почти на 30%. Второе. Зашкаливает уровень износа мелиоративной техники. Есть факты простою. По полтора года из-за ремонтных работ уму непостижимо просто наиболее острая ситуация в Витебской и Могилевской областях. Третье. В последние годы резко упало качество работ, что естественно на фоне такого отношения к делу. Неприглядные примеры продолжают выявляться абсолютно по всем регионам страны. Четвертое. Приписки при выполнении работ. Ну, а тюрьма. По информации Комитета госконтроля, в организации Островецкого района приписками заработали 306,5 тысяч рублей. Кобране – 22, Октябрьского района – почти 25 тысяч. Такой беспредел недопустим. Мало того, что не выполняете планы, не используете земли, так еще и приписками покрываете свою безхозяйственность. Надо нам сегодня с вами решать, как увеличить объемы работ, найти источники финансирования, обеспечить техническое переосношение профильных предприятий, а еще ужесточить спрос за сделанное и за не сделанное. Поспеют ли за планом по восстановлению земель в этом году – тоже большой вопрос. А тем временем точка невозврата уже на горизонте. Не успеем за 5-7 лет обслужить или реконструировать существующие коммуникации, дальше делать что-либо будет уже бесполезно. Так что риторика президента предельно прозрачна. Нам ведь не надо, как 50 лет назад, что-то строить с нуля. Сейчас основная задача – эксплуатация и реконструкция уже построенных мелиоративных систем. Как я часто говорю, железная дисциплина и порядок. Только выполняйте то, что должны, тем более потенциал есть. Его просто использовать надо на всю катушку. Вся линейка техники производится в стране. Ни от какого импорта и санкций мы не зависим. Спецмашины для мелиораторов, произведенные в Толочинском районе, президент оценил лично и резюмировал. Выгодно, востребованно, нужно развивать. Жильем государства работникам поможет. Среди узкоспециальных новинок траншея-копатель-дреноукладчик. Он в разы превышает производительность эстонского предшественника. Скорость прокладки дренажа у него больше вдвое – до 500 метров в час. Сегодня потребность только по Республике Беларусь порядка 40 машин таких на 2023 год. В следующем году будет еще намного больше. Мы готовы обеспечить любую потребность, которая необходима для нашей страны, так и для Российской Федерации. В прошлом году выпустили опытный образец. Сегодня мы готовы выпускать их серийно. Как бульдозеры, так и экскаваторы, так и трешей-копатель. Олеся Бутова – одна из немногих сотрудниц предприятия, чьи хрупкие руки вытачивают детали для мощной техники. Поначалу шутит Бабаева с типично мужской работой, а теперь и сама стала для сильного пола примером. Пусть у нас и маленький городской поселок, но все-таки это, как я считаю, благодарная работа, соответствующая зарплатой. Перспективы на будущее есть и даже для моего сына, например. Он здесь находился и был на практике, как школьник. И ему понравилось. Он сам хочет в дальнейшем тоже отучиться, вот девять-склад с чем закончить и пойти дальше. Он тоже хочет работать вместе с мамой. Надо дальше расширять такие организации, они нужны. Вовлеченность и заинтересованность – чувство, необходимое многим в отрасли. К увеличению плодородия, почвы и порядку на земле руку должны прикладывать и местные вертикаль, и руководители предприятий. Мелиорация – дело общее, недвузначно напомнил на неделе президент. Новый экскаватор с конвейера «Амкадур» на отечественной гидравлике крупские мелиораторы уже ждут. А пока совместно с коллегами из других районов задействуют имеющуюся в арсенале технику на площадях агрокомбината «Держинский». Хозяйство расширяет посевные территории с помощью специалистов-мелиораторов. В атмосферу борьбы за плодородие земель тут же погрузили и нас. Самая первая работа, которую выполняют мелиораторы – подчистка каналов. Из канала убирается все ненужное и мешающее. Потом откосы засевают травами, чтобы их укрепить. Ну а в сам канал вода будет приходить из дренажной системы. Каналы на поверхности почвы, проходящие посереди полей, для лучшего маневрирования сельхозтехники засыпают, а под землей закладывают паутину из дренажных труб. При этом ценный плодородный слой почвы бережно возвращают на место. Взамен открытой сети встраивается закрытая сеть в виде дренажа. Соответственно, увеличивается контурность полей. На сегодняшний день это широкозахватная техника, работа беспрепятственная. Мы планируем по концу года ввести этот объект в эксплуатацию, передать землепользователю земли. То есть к весеннему севу у них будет дополнительно 161 гектар для посева и получения урожая 2023 года. На следующий год планы ввести объектную конструкцию на площади 525 гектар. Это по республиканскому и областному бюджету. Работают в районе несколько организаций. Это наша организация, Смолевичи, Берзино и Треск-Пинскот-Старой. И все мои работы хватает. Наша организация выполняет также работы по техническому уходу. Это окашивание каналов, сводка длесных устарников растительности, эксплуатационная подшистка. Объект можно ставить в пример по многим параметрам. Во-первых, у Держинского на эту местность планы амбициозные. В следующем году отвоюют у Хмызника еще 173 гектара. А после замахнуться на третью очередь. В качественной подготовке земли заинтересованы все. Работа миллиораторов будет полезна и экономически выгодна. А хозяйство получит отдохнувшее и сбалансированное по условиям почвы. Да, стоит миллиорация недешево. В среднем около 5000 рублей за гектар. Цифра зависит от сложности работ. Но урожай при нынешних ценах на сельхозпродукцию окупит вложение максимум за 5 лет. А если подойти по хозяйски, то и древесину после зачистки участка, как делают здесь, можно продать на дрова. Вопрос в отношении к общему делу и к будущему. А оно, как известно, промахов не потерпит. Ксения Худалей, Виктор Пралич, Анжелика Исаене, Олег Черняк и Евгений Трасько. Для недели на СТВ.